В Кремле завершилось заседание инвестсовета при губернаторе Нижегородской области. Сейчас на месте работает наш корреспондент Ярослав Гунин. Ярослав, привет! Какие наиболее значимые объекты согласовались сегодня на заседание? Здравствуйте, Алексей! Сегодняшнее заседание инвестиционного совета поставило рекорд по своей продолжительности. Заседание шло более трех часов, на нем рассмотрели 77 инвестиционных проектов. В отношении 53 проектов было принято положительное решение, в отношении 8 проектов было решено их отложить и по 16 проектам был дан отказ. Общий объем инвестиций по проектам, получившим одобрение инвестсовета, составило около 2 миллиардов рублей. Сегодня со второго раза инвестиционный совет одобрил идею строительства церкви имени иконы Божьей Матери «Прибавление ума». Она будет располагаться на проспекте Молодежной. И, как сегодня отметил глава города Олег Сорокин, проект церкви очень красивый. На проспекте Молодежного в Автозаводском районе согласовано строительство нового храма. На самом деле проект будет красивый, интересный. Безусловно, послужит украшением в этой части и района, и, конечно же, города. Инвестиционный совет одобрил идею строительства данной церкви, но перед этим этот вопрос еще будет вынесен на публичное слушание для жителей города. Алексей? Ярослав, а что с русвинилом? Мы видели его в заявке на сегодняшний совет, но никакого решения еще не слышали. Алексей, действительно, решение по нему было принято. Русвинило предоставит налоговые льготы. Решение было принято в рабочем порядке. Дело в том, что проект подорожал на 2 миллиарда рублей. Собственно, налоговые льготы также будут несколько увеличены. Проект решения будет передан в законодательное собрание. Вот что сказала об этом заместитель губернатора Нижегородской области Наталья Казачкова. Русвинил вносится изменения в действующее соглашение, поэтому данный вопрос прошел в рабочем порядке. Проект увеличивается по объему инвестиций. Проект стал дороже на 2 миллиарда почти. И будет внесен в законодательное собрание в ближайшее время. Пуск завода, чтобы уж сразу мы не возвращались к этому заводу, запланирован на сентябрь месяц. Ярослав, также понимаю, что сегодня обсуждали много проектов с реализацией, которые серьезно затягивают. По каким причинам? Алексей, самая основная причина, по крайней мере, как говорят члены инвестиционного совета, это желание недобросовестных инвесторов перепродать земельный участок, который ранее они зафрахтовали под реализацию своего инвестиционного проекта. Но вот сегодня, допустим, компания Aerofuse подала прошение о продлении своего инвестиционного проекта до конца этого года. Я напомню, речь идет о строительстве топливозаправочного комплекса в аэропорту Нижний Новгород. Стоит отметить, что в настоящее время в аэропорту работает только один оператор, который осуществляет заправку воздушных судов, это компания Aerofuse. И с приходом компании Aerofuse цены на билеты значительно подешевеют. На примере в Иркутске, когда мы построили топливозаправочный комплекс, мы опустили цену на керосин на 10%. И конкуренту, естественно, пришлось тоже опустить. Я думаю, если это все произойдет, то цена на билеты из Нижнего Новгорода должна упасть где-то тоже в пределах 10-15%. Отлично. Спасибо, Ярослав. Ждем от тебя подробностей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова